садитесь пожалуйста тема сегодняшней лекции у нас представительство работников представительство работников на самом деле представление о том что кто угодно может представлять работников или они просто так гурьбой придут и будут что-то говорить она не соответствует правовым нормам трудовому кодексу для того чтобы представлять работников на переговорах или в коллективных трудовых спорах с администрацией нужно им получить соответствующее право кто имеет такое право вот в трудовом кодексе записано что право на представительство работников при коллективных переговорах и разрешение коллективных трудовых споров имеют профессиональные союзы профессиональный союз что такое профессиональные союзы во первых это союзы какие кого таких одной профессии поэтому они профессиональные эти как народ разбирается хорошо профессиональные свои работники одной профессии поэтому там есть профсоюзы металлистов есть профсоюз докеров профессиональный союз вот у нас есть федеральные профсоюз авиадиспетчеров и так далее но это еще если у вас есть профсоюз это само по себе наличие профессионального союза не дает право на представительство работников а нужно чтобы в этом профсоюзе согласно закону было более половины работников предприятия вот если у вас на предприятии более половины работников члены профсоюза то вот этот профсоюз может представлять работников и на переговорах и при разрешении коллективных судовых споров если у вас не набирается более половины а очень часто это и так и бывает у вас никакого права на представительство нет нет и тогда встает вопрос а как его получить надо сказать что вот эта норма она не без участия фона п.р. федерации независимых профсоюзов россии осуществлена поскольку фона п.р. была заинтересована что вот дескать мы большие профсоюзы старый еще с советских времен и там люди находятся профсоюзах не вышли может быть они ничего не занимаются и не активные но они тем не менее такую массу представляет скажем новые профсоюзы которые активные действующие они в меньшинстве но если его меньшинстве но вы можете договориться вот два профсоюза вот это большой который больше половины и маленький который меньше половины или два или три там сколько вы никто не запрещает создавать профсоюзы вот допустим если вы сегодня сейчас решите этот послушали мою лекцию или даже не дослушали эту лекцию а решили собраться и учредить профсоюз сколько человек нужно чтобы учредить профсоюз нет вы очерняете нашу капиталистическую действительность да вы изображаете и недостаточно демократической до 333 3 зачем вы сказали дым подождали бы немножко сказал хорошо в 135 и все испортили получается что вы просто числа натурального ряда перебирать я думал вы ответили 3 то есть вот вы его трое собрались вот на первом ряду очереди просто с какой как вы хотите кросс ограничивать может вот профсоюз студента конфликта логинь примеру да все а можете студентов то есть чтобы там все были еще и и парни они так просто это уже как хотите это как у вас по желанию короче говоря учредили и вы получаете те права которые имеет малый профсоюз какие особенно никаких вот можете собираться на просветное собрание избрать вот того кто знает что 3 и я думаю надо председателем но это вам решать я не могу вмешиваться дела профсоюза прокуратура не имеет права вмешиваться суд не имеет права на никто не имеет права вмешиваться в ваши внутренние дела вы решаете как вам действовать как бороться с преподавателями потому что приближается зачет и конечно создание профсоюза нужно чтобы выработать единую политику вот или или так вот углубленно как мне рассказала уже староста что я вам только один экземпляр дала взяли сосканировали да еще и разослали и вообще все теперь вооружены против меня и все все знаете по про коллективный договор докеров мне с вами бороться уже невозможно а вы наоборот можете со мной бороться с полным использованием того что у вас есть ну и какие права так вот существует такая норма которую можно откопать в трудовом кодексе если его внимательно читать я почему вам это рассказываю потому что как показывает мой опыт хоть я и профессор по кафедре экономики и права такое у меня ученое звание но я на ни одного дня на юридическом факультете не учился в аспирантуре не состоял докторантуре не состоял докторской у меня нету по права только у меня звание такое поэтому чтобы как-то немножко соответствовать этому званию я всякие читал юридические книги какие но прежде всего сами законы и вот чтение этих законов заставляет такое впечатление что зашел сосновый лес и пока по нему идешь все понятно и хорошо потом вышел из него и все закрыл и сзади и все забыл собственно и помни там никакой системы то особенно и нету потому что чтобы получить какую-то систему должно одно из другого выводиться а вот когда вы будете решать какие-то спорные вопросы вам нужно сослаться на какой-то пункт какой у него номер и он начале стоит или в конце или в середине это абсолютно безразлично соответствие со статьей такой-то вам надлежит ну и все а какая то что там номер этой соседи имеет никакого значения юридического вообще вот поэтому вот и трудовой кодекса до маленький такой кодекс над для того чтобы его запомнить надо его как бы понять его устройство и обратить внимание на и вот эти особенности так вот я говорю что если вы внимательно прочитаете трудовой кодекс то вы обнаружите что пожалуйста вот как вот диалектически посмотреть на этот приход по окончании и вот если бы я не диалектически смотрел я бы что сказал как вам не стыдно поняшу и приходите опаздывайте безобразие а с точки зрения диалектической вот товарищи боролись некоторые решали прийти не прийти прийти не прийти прийти побороли побороли пришли и тут на них накидываются троглодиты такие вроде меня и говорят что это вы значит опоздали да это приветствовать надо но этим без труда удалось сюда прийти а это люди боролись трудности преодолели вот кого надо синить и уважать правильно я понимаю вот вот у нас вот диалектика она помогает правильно воспринимать события а люди за хорошие наши пришли а те которые не пришли а это еще лучше они бились бились но не смогли не смогли преодолеть трудности давайте их пожалеем а их начинает клеймить ну что за народ кого вы хотите запугать ну как мы можем вас запугать в университете чем ничем не запугать как артистов их нужно как нужно сказать относиться к артистам и цветы дарить и хлопать громко и тогда они будут стараться верно активы 2 это вы не так вы не то сказали но вы сказали же главное что 3 мы теперь на это опираемся у вас достижение есть она недостатки у кого их нет так и так если есть несколько профсоюзов каждая из которых не набирает более половины они могут создать единый представительный орган и тогда он ему их получает право на представительство там у вас три человека а у него 5 его просто или вот они два создают единый представитель окон тата не имеет права на представить чтобы так интересно прави то есть если у вас набирается на небольшой профсоюз человек 17 вы создайте 7 человек и 10 человек или единый представитель брат и земля каких-то как бы разные профсоюзы, а потом вам никто не мешает этим двум профсоюзам войти в одно общественное объединение. Например, есть такое общественное объединение, как Федерация профсоюзов России. Федерация профсоюзов России. Не путать с Федерацией независимых профсоюзов России, а независимые просьбы не путать со свободными профсоюзами. Вот это новая федерация, которую создавали товарищи, прежде всего, федеральные профсоюзы авиадиспетчеров, известные своим героизмом при разрешении коллективных трудовых споров. Глубиной понимания того, как надо разрешать эти споры. И участвовал в этом также профсоюз работников радиолокации, радионавигации и связи, профсоюз защита, межрегиональное объединение рабочих профсоюза защиты, или как они сами себя называют, МОРП. Я всегда им говорил, ну что вы говорите, МОРП, ГЕРБ, что это такое? Ну скажите, объединение рабочих профсоюз защиты России, это хорошо же. Нет, МОРП, всегда и на знамени напишут такое, сами себя пугают. У нас, например, вот я президент общественного объединения, фонд рабочей академии, в скобках, фонд содействия обучению рабочих. Полное название, межрегиональное общественное объединение. Можно было написать МОРП, а потом, ну кого это волнует? Или у нас, как называется университет, вы запомнили, нет? Это страшное дело, если название написать. А сейчас, федеральная, государственная, в ГОУП, как там в ГОУП? В ГОУП, бюджетная, учебная, в ГОУП, что-то такое вот очень тяжело. Раньше назывался это Ленинградский государственный университет, вот я его закончил. Все понятно. Но если мы на демонстрациях говорили, да здравствует Ленинградский государственный орден Ленина и трудового красного знамени университета имени А. А. Жданова. Ну это мы в порядке шутки, а так ЛГОУП и все. Ленинградский государственный университет. Так что можно все по-разному делать. Итак, значит, если человек разбирается, он может сделать два профсоюза, входящие в одно объединение. Вот это объединение профсоюзов я назвал Федерация профсоюзов России. Оно чем хорошо, что его президент, и он же президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров, он в устав заложил, что в него могут входить любые первичные профсоюзные организации, любых профсоюзов и любых объединений. Можете там оставаться и сюда входить. И тогда у вас получается, что у вас наряду с вашей маленькой организацией есть большая крыша. Большая крыша, которая вам дает известную твердость и силу. То есть может учредиться организация и войти. Ну, совсем маленьких они не берут, потому что не солидно. Ну, как только наберет какой-то такой потенциал, может уже входить в Федерацию профсоюзов России. Я когда был съезд Федерации профсоюзов России учредительный, я у них там присутствовал, и поздравлял с этим съездом. И я поздравлял так, что вот наконец-то появилась Федерация, такое объединение профсоюза, которое не является ни независимым от работников, ни свободным от работников, а является зависимым СССР от работников. Вот такая первая Федерация, которая зависит от работников, а это и надо работникам, что она от них зависела, а не наоборот. Вот она и называется Федерация профсоюзов России. Ну, так это все восприняли весьма хорошо. Вот запомните, ее можно найти, Федерация профсоюзов России, посмотреть, что это такое. Вот мы с ними проводим каждый полгода такой семинар Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, Российский комитет рабочих. Вот совсем недавно закончилось очередное заседание Российского комитета рабочих, и сейчас на Красном ТВ начали выкладывать выступления. Это начало конференции, которая прошла перед Российским комитетом рабочих, а потом и выступления на своем заседании Российского комитета рабочих. Но первоначально материалы появляются на Ленна.ру, ленинградское интернет-телевидение, можете посмотреть. И затем идут они, я вот тут по семейным обстоятельствам в этот раз там не смог присутствовать, ничего там не обрушилось, и все это прекрасно товарищи провели. И очень интересно послушать, с чем там выступали люди образованные, то есть специалисты доктора наук, с одной стороны, и с другой стороны рабочие, которые приехали для того, чтобы обменяться опытом разрешения коллективных трудовых споров, и борьбы за достижение лучших условий труда и оплаты. Вот, значит, что можно по этому поводу сказать. Таким образом, значит, два или три профсоюза, или четыре, или пять, сколько вы наделали, значит, соединяются и образуют представительный орган. Если этих профсоюзов нет, можно все равно организовать представительство работников. Тогда это представительство работников делается так, если вы сумеете собрать конференцию или собрание работников. Если это маленькая организация, сравнительно там, ну, до ста человек вы собрались где-нибудь и избрали представительный орган, как хотите, он называется, комитет, комитет работников, например, например, или совет работников, как хотите. Избрали его. И вот он написали, что присутствовало более половины, непременно, надо тогда, чтобы присутствовало более половины работников. либо если вы не можете общее собрание собрать можно сделать конференцию то есть надо чтобы оргкомитет что сделал он должен установить норму представительства потому что иначе будет одни от одной величины будут от одного количества работников делегатов избирать другие другой и получится ерунда надо чтобы была единая норма допустим один от тысячи у вас допустим три тысячи человек на заводе один от тысячи сколько будет делегатов конференции 3 и вот но три я еще не видел а вот докеры когда нужно было срочно создать конференцию и по мы с ними посовещались как сделать так чтобы успеть срочно создать и объявить коллективный трудовой спор требование выдвинуть а с этого на случай начала спора нельзя было никакую реорганизацию проводить в порту срочно нужно было сделать мы за счет один от тысячи заложили норму один от тысячи это семь человек семь человек собрались и администрация пробовала куда-то в суд ходить что там их вот такие семь семь человек айгарта что вот протокол все какая норма представить все в порядке вот один из коллег с экономического факультета на котором я раньше работал борис роман черященко который отличался очень таким большим остроумием всегда он объяснил что гладко было на бумаге да забыли про враги а по ним ходить это так только скажи собрать где вы их соберете вот видите у нас сейчас вот я тут в университете нахожусь с 1963 года я в шестьдесят третьем году поступил студентом на математико-механический факультет а вот с прошлого года я сюда могу пройти только по пропуску а я остальные они злодеи и раньше могли зайти и узнать что я тут говорю за бесплатно а у нас же здесь как вы понимаете ситуация такая как это вдруг вы узнаете больше меня будете знать не это мы не можем допустить смысл университета в чем смысл университет в том чтобы люди с разных так сказать факультетов по крайней мере соединялись да вот хорошо у нас разгородили вы не помните у нас была железная эта решетка которую разделяла исторические факультеты и философские а то историки придут что-нибудь узнает философка или философы узнать что-нибудь по истории ну сейчас вот там можно через второй этаж пройти и даже выйти насквозь сейчас у нас уже дружба но с других факультетов но по саран попробуйте попасть к нам я кстати не знаю может быть студенческий работает если сюда а единый а вот видите тут я даже ошибся если наши то а если кто-то с улицы придет и вдруг захочет узнать что-нибудь не как бы сейчас предполагается что другому не положено это значит у нас такой тут секретный особенно вот по разрешению коллективных ходовых споров я думаю это особость сверх секретный супер так что никому не выдавайте если вас будут спрашивать как разрешать коллективные споры скажем сначала деньги потом рассказывают так а в чем тут овраги овраги в том что но представьте себе большое большую организацию там несколько тысяч человек ну допустим кировский завод был 35 тысяч человек ну вот эту задачу облегчили после перестройки после всего этого сказать преобразования которое было 90-м году теперь там семь с половиной тысяч уже легче ну как вы семь с половиной тысяч собирается собрать вот вас инициативная группа вот вас трое соберете вы всем слой никак не соберете как такие проблемы можно решить но во первых разные смены есть ночные смены и дневные смены есть вечерние смены есть можно проводить собрание по сменам ну эти так решили эти так и эти сяк и что вы будете делать дальше у вас есть единое решение нет единого решения вот существует такой метод или такой прием надо делать собрание с единой повесткой дня рассматривается один вопрос а вы движение требований к примеру к работодателю и поэтому вопросу вот здесь присутствовало всего столько присутствовало не менее половины вот этого подразделения газа голосовали столько-то за одни и те же требования против столько-то удержалась только потом провели там хоть 16 хоть подразделение хоть 20 провели во всех 20 потом взяли написали единый протокол которым прикладываются все остальные но сначала надо копии сделать допустим я вот принес к вам какой-нибудь бумага вы работодательница наша а что вы можете сделать я знаю вас вы возьмете вот бумажки мои так язык михала через это ерунда все может такой быть но вы-то себя знаете ну и я вас знаю поэтому я достаю из этого из широких штанин дубликата бесценного груза вам еще пожалуйста вы второе тоже порвали мне понравилось смотреть как вы рвете я 3 3 уже вы без энтузиазма рвете когда четвертую достал вообще вам не хочется а где у меня подлинга подлинг у меня там где надо лишь это это копии копии на делайте ну если вы понимаете что это споры конфликтов конфликтологи если конфликт это и возьмут кто-нибудь вас по голове а вы готовы составить а что я вас стукнул по голове у вас есть люди которые подпишут а то перед зачетом сказать нет мы не будем подписывать по поводу ваших споров с преподавателем вот если между между собой мы готовы подписать то есть надо быть готовыми ко всем ситуациям вот это имеется ввиду пара враги как это один вариант или из вас маленькая организация то но вот можно ее собрать всю если она несменная тогда нет проблем но маленькая она находится под большим давлением работодателей по маленькой вроде собрать с точки зрения технической ничего не за 10 человек ну так надо с каждым сначала разговаривать со всеми с десятью поговорить тогда двое отпадут а восемь придут а так эти даже не придут а если не будете разговаривать и сказать приходите и включены повесят бумажку приходите на собрание а там посмотрим как то вы такие приходить а начальник вот выйдет сказать кто придет на собрание тот больше здесь работать не будет это ваш последний поход все бывает такое сплошь и рядом поэтому все то что то сказать вроде юридических правильно она еще при реализации наталкивается на самые разные препятствия а вот эти вот а что такое пройти по 20 подразделениям это когда вы собираетесь ходить вы чего вам делать нечего а вас везде пропускают вы во всякий цех пройдете сомневаюсь а как тогда действовать а действует тогда надо так что надо иметь представители этих подразделений чтобы они там ставили такой же вопрос то есть вам надо найти людей из этих подразделений где их найти когда у вас свободное время на заводе бывает когда тихо тихо не подсказывайте кто подсказывает тот враг когда свободное время вас вот вы на заводе работе когда вас свободное время во время нахождения на заводе вот вот я же говорил они не зря она задержалась потому что она думала думала а вы вот пришли и тут раньше сидели и не могли сказать ну и хотели чтобы я на нее напал да ни за что в обеденный перерыв вот я когда жую бутерброд я живего свободного и что я хочу хочу жую хочу не жую хочу бутерброд хочу собрание провожу чё хочу но у нас есть любитель длинных собраний длинных речей их вам нужно так подготовиться чтобы вы за этот самый когда люди спокойно жуют а им пожевать тоже надо работать надо дальше целый день а еще у нас есть смена по 12 часов вот это все было быстро и оперативно все подготовлено что вы раздали поставили проголосовали объяснили выдали краткое там резюме того сего то есть это искусство этим на 2 кто это может делать когда еще нет профсоюза ну такая инициативная группа инициативная группа она она вас не запрещена законодательством вот вы инициативу можете проявить любую правильно ну которая не противоречит закону вот вы создали группу по контролю за преподаванием конфликтологии кто может вам запретить могу я вам это запретить не могу я могу на инициативную группу из преподавателей создать по контролю зачем как конфликтологи сдают зачеты это тоже это я могу мы можем из нас тоже комиссия создают как то нет не сдаст вот начинается комиссия будет привод тоска потом начинает тоска через человека и разбираться лучше не иметь ни зачетов не советую иметь ни зачет у нас таких не будет я правильно понимаю грустно смотрит старый сон сомневается будут они у нас или нет то есть это кто такой пессимист это хорошо информированный оптимист просто хорошо информировать это так это не очень решительно настроен так понятно значит в принципе вот представительство надо если нет представительством никто с вами разговаривать не будет вот вы приходите говорит иван петрович я хочу с вами поговорить по какому вопрос а вот мы хотим вот с вами переговоры от имени вы кто такие и она такая такая до свидания ца вы идите читаете кодекс я в серьезные официальные переговоры и собираюсь проводить а это если вы хотите ко мне на личный прием вот там вот книжка есть там через месяц получите прием приходить или мой зам или зам моего зама или еще кто-нибудь и так далее вот то есть это проблема убирается во многом в проблему численности профсоюза решать вот некоторые профсоюза маленькие их много так они маленький год маленький второй год маленький третий вот пятый и все они маленькими а вообще они маленькие а потому что они вот в интересах этих малого числа людей действует а если я хочу действовать в интерес хочу получить большинство что нужно сделать надо выразить интересы большинства как выразить интересы большинства кто-нибудь может сказать на предприятии что нужно сделать вот вы как представитель большинства здесь как вы добились что вы представитель интересов большинства что нужно для этого сделать а спросить ну понятно сейчас буду всех спрашивать и получится что я преподаватель все представители большинства я вообще представитель вроде другой стороны спрашиваю вот это я спрашиваю на не спрашивать надо тот кто хочет быть представителем большинства должен выразить интересы большинства из правильно выразить интересы то есть выразить то что выгодно большинству вы можете выразить то что выгодно большинству вот если будете выражать а как вы это будете выражать в чем вы это будете выражать интересы большинства скажите пожалуйста но смысле есть вас я больше не спрошу это скажу чего на 1 навалились а вот вы можете сказать как выразить интересы большинства выждоживать не случайно ведь там думали как раз решали эту проблему вы чего вы не хотите стать вождем массы что ли чем мы все будут у нас какие-то пожилые люди всего свои выражают интересы но хоть это молодые симпатичные красивые выражает интересы большинства это же хорошо вы хотите выразить интереса нашего народа народа россии ну ладно рода не надо коллектива только вот вашего предприятия как вы будете хотите выразить в чем все какая-то форма есть выражение интересов коллектива вашего предприятия на котором вы или организации в которые вы будете работать сейчас ведь на предприятии слова нет кодексе и вообще вправе только по организации вот вашей организации вы можете выразить не как вы собираетесь выразить интересы работников вашей организации как мне как работодателю выродите зная в чём выразить я Я вот и напишу приказ, вам делать то, вам делать то, вам делать то, а вам то, то и все. И будьте добры. А вы-то интересы работников собираетесь выразить, нет? Ну, не собираетесь, меня это устраивает. Не надо выражать. Отлично. Вы ничего не выражаете, а я делаю то, что мне надо. Как Прохоров взял и выразил интересы работодателя. Говорит, давайте 60-часовую рабочую неделю сделаем. Ну, раз вы ничего не хотите укорачивать, а тогда мы будем удлинять 60 часов. Причем и так уже некоторые работают 60. Только если они работают 40, то начинают первые 2 часа сверхурочной работы в 1,5 раза оплачиваются. А дальше вдвойне. А если сделать 60 часов нормальной рабочей недели, 60 часов, то вы за 60 часов будете в одинарном размере получать. А вот только за 61-й час будете получать в полуторном и так далее. То есть очень тут все продумано. Интересы свои. Видимо, он потому и миллиардер, что там он очень сильно бледет в свои интересы. А вы не миллиардеры, а чувствую. Не ошибся я? Нет. Нет, да? Так вы не хотите выразить интересы большинства? А соседка ваша, а вы, наверное, может. Я, интересы большинства, возможно, да. Я буду как голос народа. Вот и голос народа в чем вы будете? Вы только будете вот в виде видео, в виде аудио или в виде бумаги? Нет, я думаю, все-таки я буду говорить на сцене. Как будете? На сцене. На сцене. На сцене? Да, на заводе ставить куда-нибудь повыше и вещать. Там вот, где памятник стоял, а вы встали на пьедестал, памятник сняли, и вы встали на пьедестал. А между прочим, я вам в прошлый раз… Как коллективный договор. Да, выдал коллективный договор. А что собой представляет коллективный договор? Не коллективный договор, а проект коллективного договора. Это и есть выражение интересов работников. Я правильно понимаю, нет? Да. И после этого вы можете встать и как раз обещать про этот проект, а не просто про себя. Детский, смотрите, какая я молодая, красивая и как я здорово говорю. А тут вы еще и расскажете, как вы именно конкретно, в каком цеху и что, и будет как улучшено, если вы поддержите эту идею. То есть, если вы хотите стать голосом большинства, надо выразить интересы большинства. Интересы большинства выражаются в проекте коллективного договора. Правильно? Вот, я в связи с тем, что вы такую хорошо проделали работу, что вы и сканировали, и размножили этот проект, значит, я вам объявляю свое решение как работодатель. То есть, каждый из вас, в соответствии с вашим предложением, получит право выйти вот сюда и под вот эту запись. Это запись не на завод, а на весь мир. Как вы поняли? Я видел, у вас канал. Видели? Да канал на YouTube из Японии. Можно посмотреть? Конечно. Вот. Ответьте с этим, вы получите слово, вот вы первое и получите. Вот здесь слово и будете анализ, коллективный договор вот здесь и делать. Вот здесь делаете, там товарищи записывают, потом на YouTube, на канале фонда Рабочая Академия вывешивают. Но нас в этом не нашла, именно наши пары, наши группы не нашла там. Так вот товарищ, он занят был крестьянскими вопросами, уборкой, урожая. Я смотрю, я жду, все жду, когда вы там оказались. Так а он ждет, когда вы появитесь, потому что он других, я говорю, других снимать не хочу. Хочу только таких снимать. А что он меня снимает? Я уже человек пожилой. А пожилой это кто? Это уже пожили, чего их снимать? Понятно, да? Значит, это во-первых. Во-вторых, я что хочу сказать, товарищи конфликтологи, почему нам эта вот форма и это оборудование нужно? Потому что нам нужно, чтобы вы научились выступать не просто с пинка или даже с какой-то трибуны на заводе, а чтобы вы научились выступать вот перед всеми. То есть это серьезное дело, правильно? Ну вот если я какую-нибудь глупость скажу, то в этой глупости я же смеяться буду сказать, ну это говорит, профессор, это смешно. Это если вы скажете глупость, еще никак это не реагирует. Ну вот если я какую-нибудь глупость скажу, то есть как научиться контролировать свою речь? Ну как? Ну поставить себя в такие условия, что все, что я скажу, будет записано. У меня был такой случай однажды, я не то сказал. Вот там мучились люди, как вырезать? Степан Степанович потом подкроет, и вообще-то, Михалыч, вот это не так. Так что бывают такие ситуации, и ошибки бывают, но а как приучиться к тому, чтобы вы свободно выступали? Только так. Я когда первый раз выступал перед аудиторией, я вообще в ужасе был. Ну вот, так что вы запомнили, вот с вас я начнем. Ваша фамилия? Павлова. Вот, с Павловой. Вот, выступление товарищ Павловой. Вот. И это же круче, чем на заводе всего лишь с этого. Да, так меня увидят все. Так круче, да, вот в Австралии там вас увидят, услышат. Вот у нас есть люди. Тем более русских сейчас, которые по-русски понимают, полно везде. У нас вот в Красном университете фонда рабочей академии занимаются товарищи из Англии. Вот. И два человека из Германии, из Лепсига, из Мюнхена и так далее. Из Белоруссии, из Украины и так далее. Я вот смотрел материалы по записи мой ролик о сложившейся экономической ситуации, которую посмотрел до сегодняшнего дня. 220 тысяч человек. Вот открываю сайты разные, там смотрю Донецкая Народная Республика, на них там на официальном сайте висит и так далее. И много-много разных, а потом кто-то что-то продает. Кто-то что-то продает, для развлечения народа, значит, висит этот самый ролик. Это, значит, я уже помогаю им продавать, это хорошо. То есть торговля заметила, рынок, значит, воспринимает и так далее. То есть это интересное явление. Вот давайте мы потренируемся. Вы заметили, что у нас, строго говоря, вот так вот, если читать расписание, там написаны лекции и что-то еще такое, другое. Да? У нас другое. Чего мы с вами придумаем? Вот мы придумали, чтобы у нас было, так сказать, обучение. А не просто, чтобы вы меня слушаете. Вот что такого нового-то? Сидят и слушают. И что? А потом я буду вас слушать и поставлю вам зачет. И что? Вам зачет нужен или знание? Вам что? Вам шашечки или ехать? Знание, конечно. Вам ехать. Ну вот, так давайте мы, соответственно, этому будем и действовать. Никто не протестует против? Сказано. Никто. Хорошо. Я не сомневался. Я же тоже стараюсь выразить интересы трудящихся. Трудящих студентов. Так. Вот, следовательно, задача, которая перед нами стоит. Она состоит в том, чтобы выражать интересы большинства. И вот то, что мы видим, это очень хороший пример, как выражены интересы большинства. Недавно я видел очень интересную запись работников профсоюза «Солидарность» с Уралвагонзавода, Нижний Таил. Очень интересные люди там выступают. Но они, вот этот профсоюз, он занимается тем, что он организовывает защиту в судах тех работников, которых обидели и нарушили их права. И очень часто выигрывает. Поэтому он имеет большой авторитет и уже существует более пяти лет. Но чем отличается коллективный договор от просто выполнения законов? В коллективном договоре не может быть записано то, что ухудшает положение работника по сравнению с законом. Это не значит, что не запишут. Могут и записать. Но не может быть имеется в виду, что это не действует. Если оно записано, то оно недействительно. А может быть записано то, что улучшает положение работников по сравнению с тем, что в законе. Если в законе написано, что у вас 40-часовая рабочая неделя, пожалуйста, сделайте по 6 часов. И вы сделаете себе 30-часовую рабочую неделю. Или у докеров было записано, что у них не 5 дней в связи с вредной работой, а 25 дней. И у них был отпуск 55 дней, у докеров, которые заняты на время, 55 дней. Почти как у нас. Мы почти так по количеству дней подпадаем, преподаватели, под такую категорию вредных. Не знаю, то ли студенты вредные, то ли сами мы такие вредные, что нам дают много часов. То ли у нас деть некуда, когда у студентов каникулы. Во всяком случае, у нас удлиненный отпуск. А людям, для того, чтобы получить такой отпуск, какой у нас есть у преподавателей удлиненный, нужно бороться, бороться и бороться. И вот тогда, если вы это записали в коллективном договоре, тогда вы можете рассчитывать на что? На то, что независимо от того, в каком профсоюзе состоят работники, и независимо от того, состоят они вообще в профсоюзе или нет, вы их интересы можете выразить. И, следовательно, вы можете рассчитывать на поддержку ваших действий при коллективных переговорах и при разрешении коллективных переговоров большинством коллектива. Для этого надо интересы коллектива выразить. Второе. Если вы покопаетесь в Трудовом кодексе, вы там найдете статью о том, что работники, которые не состоят в вашем профсоюзе, могут написать доверенность. То есть я, Павлова, к примеру, такая-то, такая-то, доверяю профсоюзу «Красное солнышко» выражать мои интересы при проведении коллективных переговоров и коллективных трудовых споров по вопросам, затрагивающих мои индивидуальные интересы. Что затрагивает ваши интересы? А всё затрагивает ваши интересы. И вот, скажем, такая ситуация была на хлебозаводе, председателем правкома, хлебозавода – это агропром, профсоюз агропромышленности, работников агропромышленного комплекса. У него было примерно 25% численности в профсоюзе. А он собрал этих доверенностей с товарищей, которые не были в профсоюзе, столько, что у него оказалось 60% работников доверяют ему, доверяют профсоюзной организации вот этого самого хлебозавода при проведении переговоров и разрешении коллективных трудовых. И спокойно пришёл на официальные переговоры, выступил с официальными переговорами по заключению коллективного договора с работодателем. Почему? Потому что у него, хотя в профсоюзе 25%, а всего у него голосов, которые передали доверенность ему, или находится в профсоюзе, 60% и всё. Ну, естественно, он показал, но не отдал. Ну и я показал копию, а подлинник-то не надо показывать, потому что мы его знаем вот так. То есть, если человек готов подумать и попридумать что-нибудь, как это сделать, то он знает, как перешагнуть овраги, а не только, значит, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Так ходить надо ещё всё равно, а не то, что, ах, увидели овраг и конец. Ну, овраг, овраг, засыпать надо овраг, или мост сделать, или ещё что-нибудь сделать так, чтобы… Иногда засыпают, направленным взрывом взорвали, и сразу раз, и овраг и засыпали. Вот. Конфликтолог, он что должен? Думать должен конфликтолог. Кто такой человек конфликтолог? Тот, который думает, как решить задачу, а не то, что он готовый задачу, он прилагает к постоянно изменяющейся действительности. А в действительности будет частично так, как я вам рассказал, а частично совсем не так, правильно? И никогда абсолютного совпадения быть не может. Потом образование вы получаете лет на 40, а за 40 лет много чего изменится, и надо вообще подготовиться к тому, что вы должны быть изобретательными людьми, и всё время изобретать, как проблему решить, а не как объяснить, почему вы эту проблему не решили. Вот я запомнил, со студенческих лет у нас такой был профессор Зал Галлер, который выступал на собрании и говорит, что есть два типа людей. Одни люди решают вопрос или проблему, а другие объясняют, почему они это бы не сделали. И из-за вторых получается максимум администратор генотеатров. А вот из первых появляются крупные учёные, выдающиеся деятели, работники и так далее. Поэтому решать надо, а не объяснять, почему вы... Знаете, у меня не получилось потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. И что? Вот товарищ Павлова, она никогда не будет объяснять, почему у неё не получилось. Она будет добиваться, чтобы получилось. Я правильно понимаю? Да. Берите пример. Она ещё покажет пример. Она же первая будет выступать, а она и покажет, как надо выступать перед народом всего мира, перед трудящимися. А то трудящие сейчас спят, потому что никто их никак не может разбудить. Они думают, что кто-то из них будет трудиться. Освобождение рабочего класса, я сделала рук рабочего класса. С помощью конфликтологов, конечно. Вот мы их и готовим здесь. Так... Помните, какой был такой лозунг в советское время? Какой-то странный такой лозунг. Юные пионеры в борьбе за дело Коммунистической партии. Будьте готовы. Ответ. Всегда готовы. И когда наступили события 90-го года, оказалось, не только юные пионеры, но и комсомольцы, и члены партии в большинстве своём вообще не готовы ни к чему, ни к какой борьбе. Потому что это всегда готовы, и это называется шапками закидаем. Что значит всегда готовы? С чего это вдруг они всегда готовы? И что-то, как понимают они эту борьбу. Эта борьба же очень сложное дело. Вот. Поэтому мы вообще надо сказать, что даже слово конфликта выкинули из Трудового кодекса. Нет там такого слова конфликта. А конфликтологи есть. Всё тут неправильно. Или закон неправильный, или вы тут неправильные все. И я тут неправильный со своим курсом. В чём тут дело? Потому что не надо приукрашивать действительность. Без конфликтов не проживёшь. Главное стоять на стороне прогрессивной, которая... Потому что бывают конфликты выдуманные, вымученные. Конечно, в таких случаях нужен просто медиатор, который этих успокоит и этих. Вот мне однажды пришлось... Такой был страшный раздор в консерватории. Меня туда послали на кафедре. Воцарить этот мир и эти глази... Я со всеми переговорил. И действительно, после этого как-то все они перестали драться между собой. Но это тот случай, когда люди начали какую-то тяжевую и никак не могут её закончить. Нужен какой-то внешний толчок. Ну а мы говорим с вами о конфликтах, которые имеют объективную основу. Тут и как-то разрешать надо в сторону развития, правильно? А не в сторону реакции. Движение назад. В пять. Так, ну вот смотрите, мы на первом этапе. Как получить представительство. Вот задержались надолго, потому что это вот не позволяет иначе воспользоваться теми правами, которые даны Трудовым Комплексом. Чтобы получить право на воспользоваться правом, нужно большую работу провести. Если вас никуда не пускают, а вам нужно провести конференцию, что нужно сделать? Никуда не пускают, ни в какой цех. Что нужно сделать? Уйти, сказать, нас никуда не пускают. И заплакать. Через черный ход. А? Что нужно сделать? Зайти через черный ход. А? Через черный ход идти. Не понял. Ну вы говорите, не пускают куда-то зайти в другую. Так вы уже зашли, вы на территории завода. Что вы будете делать? Ну в цех вас не пускают. Никак вы туда не зайдете. Это есть дырявые такие цеха, и такие заводы есть, у которых вообще ничего, дырки вообще в заборах. Там действительно можно зайти. Это вы это имеете в виду. Но вот цеха, в которую вы не зайдете, а вам нужно получить большинство в коллективе, а не доверенности, а не просто. Если мы не можем пройти к ним, значит они могут пройти к нам? И к вам не могут пройти. Вот вы были когда-нибудь на решимом заводе? Вот я, например, учился в то время, когда школа была политехнической. И нам в три года, 9, 10 и 11 класс, пришлось по два дня в неделю работать на заводе. Я работал на заводе почтовый ящик 936 за электросилой. Сейчас электросилы нет, а вот есть ли еще этот завод, я тоже не знаю. И нам там все было секретное. Все секретное. Ничего неизвестное, но поскольку там была помойка заводская, куда выбрасывали бракованные всякие изделия, и вот на этой помойке мы видели там надпись «Бомбосбрасыватели». Больше я ничего не знаю. И я выдал больше, чем через 25 лет. Поэтому я думаю, что меня не привлекут все это дело. Поэтому как просто так вот зайти в любой цех, вы и не можете зайти. А выйти можете. Так они не могут зайти. А? Они, рабочие, не могут к нам выйти. К кому? Вам. А вы где? Вы за забором, что ли? Они в цеху. Если мы не можем войти к ним, они не могут выйти к нам. И они не могут к вам? Я позвоню. А? А? И взять рупор и начать говорить. Можно взять рупор и начать говорить прямо с места. Они все равно услышат. Где начать? Говорить. А вы знаете, что? Вместе с другим товарищем. Мы сказали, мы отсюда не уйдем, пока нашего товарища не выпустят. Пришлось вызвать судью, чтобы быстренько дали ему штраф и выпустили. А на штраф ему быстренько все собрали. Там небольшой штраф был. Но вот это не так просто. Рупором. А вы все решили с рупором. А там есть, между прочим, служба охраны. Да и очень часто это какое-то частое охранное предприятие, которое вообще ничего не понимает и не знает. Кому тогда вообще туда прошли? Значит, во-первых, товарищ Павлов, вы же как-то правильно начали. Что вот есть там где-нибудь на заводе, на пьедестале. Ну, здесь территория завода. Ну, соберитесь на свежем воздухе-то из разных цехов. И вся проблема. И не надо никаких митингов. А просто собираетесь и разговариваете. Кто? Можно запретить разговаривать? Вот я... Кто вам? Чтобы они вышли. Ну, чтобы вышли. Куда вышли? И вышли, и зашли к вам. На улицу. Ну, так к слову, на улицу не сказали. Не сказали. А я говорю, не на улицу, а на территории завода. Видите разницу? Уточните. На территории завода. Ну, так вы этого не сказали? А я же, как конфликтолог, придираюсь к каждому слову. Вы бы задали уточнение. Да я у вас даже за счет... Ну, на счете буду придираться к каждому слову. Это вот я заранее вам обещаю. Как что-нибудь не то скажете, я скажу, а это почему такая ерунда? А вы скажете, что я действую неправильно. Да вы тоже так будете действовать, если будете преподавать. А как можно научить? Я могу задавать уточняющие вопросы. Никто на ваши вопросы, на экзамене или на защите отвечать не будет. Скажите, на консультацию приходите, девушка. Вот на консультацию я обязан отвечать на ваши вопросы. На экзамене я как будто и слышать их не хочу. Я могу ответить. И отвечать, задавать. Да вы можете мне задавать какие угодно вопросы, я отвечать не могу. Преподаватель может задавать. А преподаватель может. Преподаватель, он что хочет, может делать. Это вообще ужасно. Это издевательство над студентами. Как начнут на любые вопросы. Поэтому мы сейчас и готовимся. Потому что тяжело в учении, легко в бою. Я вам сейчас безответственно же задаю вопросы. Что вам от того, что вы не ответили? Ничего. Отговорились, да и все. Правильно? Вот когда надо. Вы правильно делаете, что сейчас задаете вопросы и говорите, что хотите. И так и продолжайте. Я одобряю ваши действия целиком. А те, которые молчат, те страдают. А вы делаете правильно. Сразу видно, что она думает, она занимается, она предлагает варианты. А другие что-то молчат. А что они молчат? Может, что-нибудь задумали плохое? Не знаю, что от них и ждать. Так. Значит. А если зима? Значит, надо подумать, чтобы это было не час и не полтора. Вот некоторые товарищи организовывают митинги. Там люди уже околевают. Они все выступают и выступают и выступают. Это вот люди, которые не думают, как надо организовать. Думают о том, что кому-то хочется поговорить, вместо того, чтобы очень быстро и организованно это сделать. Вам что нужно? Что нужно уже все приготовить. За что голосовать? Чтобы успели проголосовать. А не только повыступать. А для этого нужно, кто вам мешает, передавать по электронной почте все тексты, которые вы собираетесь обсуждать. Это можно сделать? Передавайте. Потом, кто вам мешает сделать видеоконференцию? Можно организовать видеоконференцию? Для тех, кто выходит в интернет. Можно? Можно. По тем вопросам, которые будут обсуждать. Что само собрание было 15 минут. Даже в мороз, даже если 20 градусов мороз, то 15 минут можно было бы все решить. Правильно? То есть думать надо. Как с использованием современных средств все это дело осуществить? Или вы все, так сказать, расписали, что вы хотите сказать, все записали, что вы будете говорить, и вывесили на Ютьюбе, и всем говорит, посмотрите вот на Ютьюбе. Вот это вот. А потом будете принимать решение. Правильно? Ну, надо использовать то, что есть. Так, но чем вы занимаетесь? Занимаетесь тем, чтобы обеспечить условия, предусмотренные законом. Правильно? Над чем вы работаете? Почему к вам скажут? Что вы тут делаете? Мы стараемся строго запрести закон. Потому что для закона нужно, чтобы большинство трудящихся приняли участие в этом деле. Тогда от вас отстанут. А если вы скажете, мы пришли нарушать закон, тогда к вам пристанут. То есть вы должны правильно поставить вопрос. Я вот строго по закону действую, а вы? А вы что делаете? Ваше дело охраняйте. Охраняйте. Я хочу вам эпизод рассказать в Москве. Значит, один товарищ рабочий, член Совета рабочих Москвы. В центре поднимал на большом флагштоке красный флаг. А рядом товарищ Петров был. Виктор Петрович, помощник депутата Шейна и руководитель московской дружины Совета рабочих. И вот приехали милиционеры. И вот начали. Что у вас тут, значит, беспорядок? Что у вас тут такой беспорядок? А этот Петров их спрашивает, вы милиционеры? Говорит, да. Ваше дело охранять порядок. А беспорядок вас не касается. Они подумали. Сели на свои автомобили и уехали. И всё. Мы в своё время осуществляли вместе с Советом рабочих Ленинграда, Москвы и Смоленска пикетирование фонда Горбачёва. Закрыли его на один день. С 8 до 16 часов. И вот приехала милиция, полковники, несколько человек. А мы к тому времени уже, поскольку мы никого не пропускали, а пропустили только ответственного секретаря, и за то, чтобы мы его пропустили, он нам вынес учредительные документы фонда Горбачёва. Там было написано, учредители сенатор Крэнстон, сенатор Киссинджер, сенатор Накасоне. Вот, имея в руках эти документы, мне товарищи рабочие прибегают. Говорят, Михаил Васильевич, там приехал зампрефекта Северного округа. Я прихожу, он говорит, а на каком основании? А эти ребята спрашивают, а на каком основании мы здесь? Я говорю, на основании уведомления. А он спрашивает, а где уведомление? А я спрашиваю, а где у нас уведомление? Ну, скажите, сейчас напишем. Он говорит, сейчас напишем. А я спрашиваю этого зампрефекта, а вы зампрефекта Северного округа? Это вот на вашей территории фонд Горбачёва? А вот посмотрите, это вот фонд иностранного влияния. Сенатор Крэнстон знаете откуда? Соединённые Штаты. Сенатор Киссинджер. Накасоне, это Япония. Это на вашей территории центр иностранного влияния, а вы, значит, вот руководитель этого Северного округа. Так, он говорит, ребята, давайте пишите этот свидетельство, что вы уведомляете. И давайте, я поехал. И уехал. Милиция приехала, полковники. А вы это на каком основании? Я говорю, вы частная милиция или государственная? Мы, говорит, государственная. Ну, если вы государственная, а вы что тут? Вот посмотрите, что это за центр. Иностранное влияние на территорию России. Частный фонд. А вы ещё частные охраняете? Нет, частные мы не охраняем. Так, вы до скольких часов тут? Мы говорим, до 16. Ну, вот так, мы вам оставим двух человек, пусть вместе с вами постоят. И уехали. И всё. То есть, в таких делах очень правильно, товарищ конфликтолог, не надо лишних конфликтов. Когда вы делаете какой-нибудь большой конфликт, его разрешаете, а не надо устраивать мелкие конфликты, связанные с тем, что вы не очень подготовились или не очень грамотно поступаете. Поэтому надо действовать очень грамотно. И не будет никаких конфликтов. Что вы тут делаете? Стараемся соблюсти нормы закона. Тогда что? Что нужно ещё отвечать? Как тогда к этому надо относиться? Вот ещё что сейчас делаете? А вы сказали, а я хочу лучше, стараюсь лучше выучить тот предмет, который вы преподаваете. Что я могу после этого делать? Я всё, выпал в осадок. А вы что делаете? Тоже пытаюсь выучить. Нет, вы не просто пытаетесь. Пошли бы дальше, сказали. А я не только пытаюсь, но и на самом деле стараюсь. Надо развивать успех. Вас не буду спрашивать. Почему? Хорошо спрашиваю. Давайте, а вы что делаете тут? Я уже освоила ваш предмет. Уже освоили? Видите, а вы ещё до сих пор не освоили. Опасная занятка. Опасная занятка. Она не случайно тут сидит на первом. Она уже всё знает. Она контролёр. А вы в какой организации работаете? А я могу в нескольких организациях работать. Ответ, да? И про все скажу. И всё. Вопросов нет. Так. Так что, товарищи, вот мы эту проблему, как выразить интересы с помощью коллективного договора, когда вы будете выступать здесь и говорить, вот вы должны понимать, что нужно говорить про коллективный договор. А некоторые думают, что это бумага. За этой бумагой стоит колоссальная борьба. Ещё будущее, если это проект, правильно? А если вы потом пойдёте на переговоры, то, конечно, проект, ну, немножко придётся в чём-то и урезать, потому что никогда не бывает, что после переговоров сохраняется всё, что вы написали в проекте. Правда? Что-то придётся отдать. Иногда в проект специально несколько пунктов записывают идентичных, разными словами, чтобы потом сказать, вот мы эти два пункта вам отдали, вы за это нам тоже что-то должны отдать, чтобы можно было торговаться в ходе этого дела. Проект, он в расчёте на то, что ещё будут переговоры. Надо так его написать, чтобы что-то в нём должно быть ясно выражено, а что-то, допустим, даже из корыта. Потом выяснится. Вот, например, есть такое положение в трудовом кодексе, что можно 1% от суммы фонда зарплаты выделить на специально-культурные мероприятия и спортивно-оздоровительную работу. А у докеров 2% было. Можно сделать так, что это решает специальная комиссия, которая создана профсоюзом, а администрация потом получает отчёт об расходовании этих средств. А можно сделать, что комиссия администрации это делает, а профсоюз ходить будет обивать пороги, и каждый человек будет всё просить, а ему не дают. По-разному можно это сделать. И это всё. То есть всякий вот такой коллективный договор, это плод очень большого труда коллективного. Но он научает людей идти выше и дальше, чем закон. Выше, чем закон. То есть он приучает людей к законотворчеству. А если люди могут составить закон, они готовы к тому, чтобы осуществлять власть. Правильно? Вы ещё в Думе не были, а уже законы творите. Что такое коллективный договор? Расскажите мне с точки зрения юридической. Что это такое? Правовой. Правовой акт, да. Какой? Локальный правовой акт. Какие есть локальные правовые акты, то есть правовые акты предприятия? Это приказы генерального директора, или директора просто, если там директора, а не генеральный первое лицо. И коллективный договор. Коллективный договор – это локальный трудовой акт. То есть все документы, вся документация, в том числе и генерального директора, приводится в соответствии с коллективным договором, если он подписан. То есть это такой локальный трудовой акт, который выше по значению, чем приказ генерального директора. Но если у вас нет коллективного договора, вот и живите. Если у вас работодатель, живите строго по тому, что я написал. Вот есть вам распорядок, нормы, положение и так далее. Распишитесь. Все, расписались и выполняйте. Так, шаг в сторону, выговор. Второй выговор, и уволим. А если есть в организации еще и устав, предприятие, то что будет выше? Устав я сочиняю. То есть будет коллективный договор выше устава предприятия? Выше, конечно. Он выше, потому что устав-то содержит общее положение, а он несодержательный. Вот, например, устав фонда рабочей академии содержит право скупить всю землю, в том числе под Кремлем. Вот если мне денег еще не хватает, сдайте, пожалуйста, на то, чтобы купить землю под Кремлем. Ну, пока вот я смотрю, народ что-то обеднел. Но право есть. Обычно вот уставы так и пишут, что все можно делать. И это, и это. Что такое нельзя делать? Вот у нас нет ни одного работника на зарплате, но мы можем нанимать. И так далее. Ну, чтобы нанимать, надо же платить, а чтобы платить, надо иметь деньги. А чтобы иметь деньги, надо начинать заниматься какой-то деятельностью, которая приносит доход. Ну, так это целое дело. У нас вот такой деятельности нету. И то нас время от времени штрафуют. Дескать, почему вы не вовремя сдали отчет под налогу на прибыль, поскольку, а прибыли у нас нет. Мы все пишем 0, 0, 0, 0. Ну, нас уже третий раз собирается оштрафовать. И сдаем мы отчеты каждый квартал. Это страшное дело. Как только организуешь что-нибудь такое, то сразу попадаешь в поле действия тех законов, которые регулируют даромный процесс. Так. В связи с этим, кстати, вопрос о том, а вот вы создадите профсегис, вы будете его оформлять как юридическое лицо? Наверное, не обязательно. Не обязательно. Так это не обязательно, это вы не ответили на мой вопрос, вы уклонились. Будете или не будете? Я знаю, что не обязательно. Вы будете оформлять его как юридическое лицо или нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Тогда или нет? Нет. Смотрите, не будете. А почему вы не будете? Не можете объяснить? Ну, чтобы вы ко мне не придирались со всякими налогами. Я буду просто в какой-нибудь некоммерческой организации. Что? Некоммерческой организации? А у вас есть устав некоммерческой организации? Зачем вам некоммерческой организации? Нет, мы с профсоюзом обычно. Ну, профсоюзы, хватит вам. Зачем вам некоммерческой организации-то? Сразу пристанут. Может, у вас есть иностранный капитал? Нет. Значит, что такое приобретение права юридического лица? Что оно дает? Что? Кто скажет? У вас какое лицо? Простое или юридическое? У вас юридическое лицо есть? Вот у меня есть юридическое лицо. То есть не у меня лично, а вот я президент общественного объединения, фонд рабочей академии, фонд содействия об объединения рабочих, который является юридическим лицом. Зарегистрировано 30 декабря 1994 года Министерством юстиции Российской Федерации. Сейчас уже только на местном уровне регистрировано, а мы вот там, регистрированы в Москве. И что это нам дает? Это нам дает право что? Открыть счет в банке. У нас есть счет в Банке России, в котором Владимир Владимирович сдержит свою зарплату. Поэтому мы как бы на равных почти. Вот. Но не знаю, сколько с него берут. С нас берут за как-то задвижение счета, если нам кто-нибудь копейку пришлет, то с нас 4 тысячи задвижение счета сразу снимают. Допустим, вы мне решили 300 рублей дать. Сразу раз с нас 4 тысячи, Банк России. Итого 3 700 с нас сняли. Поэтому, если собираясь нам помогать, то не меньше 5. Иначе не надо нам только такую помощь меньше 4. Мы от этой помощи полностью разоримся. Это первое, значит. Это вот счет. И это наличие счета имеет такой минус, что надо обязательно бегать и отчитываться. И все там, так сказать, все делается. Раз. Второе. Вы можете выступать истцом, и ответчиком в суде. И вот, после того, как в 1996 году вышел новый закон об общественных объединениях, тут, значит, налоговая инспекция наша решила нас закрыть. В чем-то мы им не понравились. Потому что, говорит, у вас сейчас вот не так оформлено все, как по новому закону. Мы объясняем, что у нас оформлено по тому закону, который был тогда, когда нас регистрировали. Мы не должны переделываться, потому что, хотя я попробовал несколько вариантов оформить новую организацию уже по новому закону, в обоих случаях мы сразу застряли и поняли, что у нас это не получится. Тогда у нас остался только один путь – довериться судьбе. А судьба состояла в том, что налоговая инспекция подала на нас в суд. Я думал, вот интересно, посмотрите, как будет судиться с фондом рабочей академии налоговой инспекции. И она судилась вот здесь в Василиостровском… О, нет. Да, в Куйбышевском суде. В Куйбышевском суде. Сухарева судья. Ну вот, я там выступал примерно с такими идеями, что вот кругом столько преступников, наркомания, а мы занимаемся содействием обучению рабочих, и нас за это хотят закрыть. И принес нам все, что мы издали, что мы сделали и так далее. Такой стоп поставил, все судья рассказал. Она подумала, подумала. Я говорю, потом, ну если это вот суд, значит, это не автоматом же закрывается. А по решению судей, ну вот мы надеемся, что судья примет разумное решение в интересах государства. Тем более, что вот есть уже случаи, когда вот так хотели какую-то религиозную организацию закрыть, а ее не закрыли, потому что суд принял решение другое. Поэтому вот он должен с учетом обстоятельств дела и так далее. Судья раз и принимает решение отказать в ликвидации организации. Ну думаю, слава богу, хоть мы и неверующие, но потом вдруг мне сообщают, что она нас уже в городском суде. Вот я прихожу в городской суд, там написано. Министерство юстиции Российской Федерации против фонда рабочей академии. Я думаю, вот это здорово. Это вот хорошо иметь юридическое лицо, да? Министерство с тобой будет судить. Но там товарищи вот из налоговой, которые ходили, они очень были настроены, не подготовились они. А мне помогала фирма ЕГИДа, Центр помощи профсоюзов, который выступал наряду со мной. А вот тетенька из налоговой уже мне успела сказать, что скоро я ей дал визитку, говорит, у вас там написано, что вы профессор университета, а вот фонда уже не будете президентом. Я говорю, ну профессор, это тоже ничего такого плохого-то не имеет. И вот выступает она, ну мы выступили, рассказали, все. Там в городском суде все дело укладывается в 15 минут. Выбегут три тетеньки, потому что в районном один человек, быстренько с разговоркой скажут, потом дадут нам по 5 минут и убегают. И прибегут, и уже решение. И вот из налоговой говорит, а вот мы сейчас в суде вас закрываем, а скоро мы вообще будем без всякого суда закрывать, просто по решению налоговой инспекции. Если так посмотрели на нее, говорит, что? Без всякого суда и побежали в совещательную комнату. Прибегает отказать. Так что наш вообще это юридическое лицо больше не трогает никто, потому что уже никого выше суда нету, мы во второй инстанции выиграли, в первой и во второй, все. И это было в 96-м году, а сейчас уже, похвесть, какой уже, 2016-й. Но ничего хорошего в том, что вот если вам не нужно это юридическое лицо, у вас и так хорошее лицо. Зачем юридическое лицо? Юридическая же одежда, она серая всегда такая. Зачем она надо? Вот вы правильно вообще сделали. Не надо лишнее. И вот начинают. Юридическое лицо. Дайте нам помещение. Вам зачем помещение? Ну дадут вам эту самую. Будете ходить и клянчить у генерального директора. Дайте нам комнату. Ну не даете, значит, вот вы как раз выходите на улицу, как товарищ Павлова предлагала. Говорит, отсюда вы вышли на улицу. А это мы вышли, потому что нам комнату не дал генеральный. Он сразу с удовольствием лучше даст комнату. Вам и не надо никакой комнаты. Вы тогда с народом общаетесь. Поскольку нам комнаты не дали, вся территория – это наша комната профсоюзная. Правильно? То есть надо всегда извлекать положительные уроки из той ситуации, в которую вы попали. Что вам еще надо от администрации? Прийти, доложить, что вы, так сказать, вот вы у них есть. А вы собираетесь списки давать членов профсоюза, администрации? Товарищ Павлова, вы списки собираетесь выдать? Да. Выдать списки партизанов? Отдать противников? Вы что, с ума сошли? Нет. Ну я-то на вас надеялся. И что вы собираетесь после этого выступать-то там? Вы подумайте. Я еще конфликтовок становлений не делаю. Вот я чувствую, что становлений. При мне прокурор приехал в профсоюз в правком докеров. Сидит там начальник касательно-правового отдела, товарищ Федотов, с которым мы вместе делали проект трудового кодуса. Тот говорит, я вот пришел подлучить от вас списки профсоюзов. А тот говорит, а вы кто? Федотов говорит ему, вы кто? Я, говорит, прокурор этого района, этого самого Кировского. Я, говорит, прокуратуре не обязан выдавать. Только по решению суда. Идите в суд. Если будет решение суда, приходите, я с удовольствием вам дам. И до свидания, и все. А человек может боиться членам профсоюзов. А зачем вот вам сообщать, что вы член профсоюза? Вот у нас скрытые вы член профсоюза. Никому не говорите, что члены профсоюза. То есть у вас есть списки, да? А надо их всех сообщать. Вот в свое время, когда уже умирала КПСС, а у нас было тут движение, инициативное движение коммунистов в России. И вдруг из Центрального комитета, из Оркоотдела приехал проверяющий. А кто это у вас? Где у вас списки ваших, кто входит в движение коммунистов в инициативе? А товарищ тот Федотов, он как раз участвовал в этом. Он говорит, списки? Вот они у меня здесь. И все. На этом кто-то и уехал. А зачем вы хотели отдать роботодателю списки членов профсоюза? Он сколько вам заплатил, товарищ Павлович? Нисколько не заплатил. Все так говорят, что он нисколько не заплатил. Вы же реально хотели, вот я в реальной ситуации, взять и выдать. Я к вам пошел в профсоюз, думал, вы меня не выдаете. А вы взяли и выдали. Вот я вам не выдаю, могу сказать. Я вот действительно член Петровской академии наук и искусств. Только сейчас вам выдал. Но раньше я молчал на эту тему. Не обязан я все говорить, что еще есть у меня. Вот я кандидат экономических наук, могу тоже не выдавать. Я сначала, когда пришел с математико-механического факультета, ходил со значком матмеха. Такой, значит, у нас был значок. Значит, раньше был старый, с ракетой, такой четырехугольник, ромб. А тут у нас был с интегралом. И вот я хожу, а меня встречают все эти экономисты, говорят, а, у вас это не диалектическое мышление. Я походил, походил, и через два дня снял этот значок, думаю. Что это меня будут все пихать, что у меня не диалектическое, а формалогическое мышление. Поэтому я вот как-то не афиширую это дело. Поэтому всякие бывают ситуации. Вот как раз люди иногда запуганы, могут их специально запугивать, членов профсоюза, чтобы они не вступали. Они вступают в обеднение для борьбы. А если для борьбы, зачем вы выдавать будете тому, с кем вы поступаете в конфликт, кто там… Пусть думают, что у вас миллионы. Зачем вам это? Товарищ Павлов, я вас очень прошу, не надо выдавать противнику. Он же не враг. Я же не говорю, что он враг. Он противник вас в этом споре. Правильно? Вот, если в споре. А вот кто будет на переговорах, вы это будет известно. За них проголосуете. Правильно? Они пойдут переговариваться. Это другое дело. Вот они вот явную. Это должны быть лучшие, проверенные, твердые, которых не собьешь. Вот товарищ Каретников выступал на переговорах. То есть докер. Его спрашивает директор прижима. А вы не забыли? Он уже почти год все на переговорах. А его… Не забыли как это? Нет, говорит, я не забыл. Хотите, сейчас покажу. То есть, должны быть очень твердые люди, которые участвуют в этих переговорах, которые будут отстаивать перед лицом работодателя или интересы работников. Так. Вот. Если мы это все обдумаем, то мы это представительство обеспечим. И вот тогда маленький профсоюз, если он будет выражать интересы большинства и в проекте коллективного договора, выиграет у большого профсоюза, который не будет выражать интересы. И народ будет из большого профсоюза перетекать в этот маленький. И маленький станет большим, а большой станет маленьким. Но это такой длительный процесс. Длительный процесс. И вот уж, по крайней мере, нужно… Вот как нужно роды облегчать или усложнять, как вы считаете? Нужно их облегчать. А вот вы своей выдачей хотели усложнить это дело. А это ценные замечания, которые, я думаю, вы учтете при подготовке своего знаменательного выступления. Потому что надо, чтобы это публично, это вы как раз блестяще выступили. Сейчас это у нас между собой так, разговор. Ну, между собой, но под запись. Ну, чтобы близко к боевой обстановке. Ну, вот меня видно, вас не видно. Все хорошо. Может, я просто с вами договорился, чтобы вы так выступали, чтобы интереснее лекция была. Правильно ведь так же? Ну, мы не будем договориться. Вот с ними мы не договорились, а с вами договорились. И у нас идет сферами диалог. Потому что в идеологической форме лучше усваивается. Вот, к примеру. Ну, и, естественно, я вот возвращаюсь к тому, о чем я говорил, что этот профсоюз, он может быть и маленький, но надо прислониться к чему-то большому. Поэтому вот хорошо. Я же назвал Федерацию профсоюзов России, потому что это вот каждый раз, есть всегда какой-то надежный профсоюз, который своей деятельностью доказал, что он имеет опыт борьбы и умеет бороться в таких условиях, каких у других нету, очень сложных. Потому что первое, что можно было бы сказать, оправдываясь, почему вы не боретесь за интересы авиадиспетчеров, а то, что нам все запрещено, и забастовки запрещены авиадиспетчером. Я вот должен сказать, мне приходилось и на эту тему и выступать, и писать, что авиадиспетчеры отличаются тем, что они не объясняли, почему они это не делали, а они делали. А что они делали? Ну вот они делали, использовали такие приемы, которые могут делать люди, которые не могут участвовать непосредственно в забастовке. Например, я вот уже говорил, вы можете начать, у вас сейчас профсоюза нет, если будет профсоюз, вот вызов, перерыв, сделайте профсоюз, в следующий раз сядете и скажете, Михаил Ильич, у нас сейчас тут профсоюзное собрание. Ну вы давайте, выступайте, выступайте. А потом я закончу, а вы никогда домой не уходите. А домашним позвонили, что вы на собрании, пусть приносят еду, требуете понизить цены в столовой, повысить стипендию и так далее, тут сидите. Что вы нарушаете? Ничего не нарушаете. Вот товарищи говорят, выходите отсюда, если вы не выходите. Что с вами сделаешь? Ничего не сделаешь. Потому что вот трогать я вас не могу, я вас говорить могу, уходите отсюда. А вы скажете, не буду. И что? А вот если я схвачу за руку, вы скажете, это сразу нарушение, сразу акт. Применение насилия к студенту. Это страшное дело. Все. Уголовщина. И так вот они. Месяц было собрания. От собрания на работу, а вы на учебу. Так что тот, кто знает, куда идти, тот придумывает, как идти. А тот, кто говорит, что он имел такие-то препятствия, хочет отговориться, вместо того, чтобы эти препятствия преодолеть. На этом мы сегодняшнюю лекцию и закончим. Спасибо за внимание. Спасибо.